что ты чудо-юдо такое опять тут рядышком со мной я тут с ноутбуком присела немножко посидеть помандировать то помандировать и массиво помогает кошака помогака лиса весь день на улице у них это по-разному близко везде на улице спит это весь день дома спит вот что-то ей нравится там это нравится тут на мне даже не против это забирать о себе вдвоем тут со мной тусили я прям такая загорелая на фоне белой кошки белого пузо все подзагорелая в отпуске вообще ни секунды не лежала то специально загорать все равно выходишь на дворе что-то делаешь и она сама по себе загорается позвонила леночка столиком скоро заедут на чаё кофеек засту такой мася чатку же там вылезла под кроватью там было по прохладнее да по прохладнее было приготовила им гостинчики леночки небольшой подарок и решетки от яиц и нас угощали яйцами и решетки всегда надо и когда у меня остаются я всегда отдаю слышу чьи-то голоса приветики молодцы отчеты бак это для воды купили этот бак да 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 мы фляга будем готов а у нас фляга есть вот они стоят волки уже купил я заказала на берез заказ я заказывала 700 рублей вот эта упаковка 10 не сказали хватит сколько сантиметров туда не залез я внизу сидел думаю сгорю открыл форточку веником два раза и быстрее на улице как девочка припевочка это было уже куплено а снаружи потом чем будете я не знали он я туда вообще не разбирает ожирит а ты там все вымеряешь все материалы разбираясь он тут делает и делает ковыряется вот это по обшивал ты в этом году вот это подсевал говорит и вот это фасад делал до дорожку зале может таким вот и снаружи обшитый все вот этим же на может и железом это он сама дешево это сама там разглядишь кетчуп паста томатом а это ранетки что варила это икра кабачковая не помню что это огурцы это не спасибо не за что я те решетки приготовила там целый пакет занимались даже не на речке не были ни разу мы еще успеем были на дону два раза мы ну как на дону не не на пляже там не купаться сезон открыла но я хочу коля обещала не знаю получится на лысого куда-то там выехать надо на дон искупаться по-человечески на дону никто не купаться мы знаешь где ездим не доезжая лысо горы на этой речке купались ну это речка они воскресенская вызывают раз поехали то ли же у нас у даши на богатая искупались мне кстати не понравилось там но пляж типа городской но и ухоженный во первых на пляже написал да я понимаю но грязный колючки вот эти значки а я поняла который да опять поляна слова забыли струбцина струбцина опишите чего будешь чай кофе чай кофе 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 пожалуйста толик это хоть сейчас что вы забери без сахара для тебя не не есть чтобы не помнишь мне помню что что влезет я не знаю что что влезет а то не поступай себя и куча чисто случайно раза три ездили ни одного грибка нету потом о чем просто так приехали вот так смотрят белок все не на пакету с ней на купили Ну это вот два дня подряд и все их убрали. Мы их прокусили, я вижу. Белых набрали. А, белых набрали? Белых. А где это вы? Я позвонил Рыжов и сказал, Толик приезжай. Это вот сейчас тоже не важно? Ну, когда дождь прошел, на троте те. То есть надо было везти. Хорошие и все, и сам срезаешь, они червивые уже все. А шляпки? Лен, вот которые были крупные грибы, видно они вылезли, и они хорошие, не червивые. А которые вот такие, думал, как раз будут. А они, видно, себе уже червивые. Да, 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 наверное, по погоде. Буквально после этого ревня. У меня третий день уже нехер собирать, надо что-то. Они с Дашей поехали, а и что-то я не поехал, что-то заняты было, не знаю. Мы проезжали. Ну классно, молодцы. Видишь, и нам повезло, и вам повезло. А, сейчас с небеса с Толиком, с Илюшиным, шли вот напротив ее, дорога, купальня выходит, знаешь, через здесь. Не доходя и до купальни метров за 150, какая-то поляна. Говорят, о, белые грибы, там их туча была. Ну, они где-то там собирали, да? Как на пираловке. Вот это Олег завел, а мы этот, Серега с Мордой, был тоже покойник. Я говорю, откуда в соснах, и я первый раз, что тоже белые грибы у нас. Да, белые грибы это редкость вообще. А сегодня арбуз купили? Ну, я все хочу купить, но нормально. Убили, это вообще бесподобные, блин. Не вовремя на рынке там стоит у нас? Нет, на поселке. На поселке. И вот на перекрестке прямо он стоит, блин. Там армянина сколько лет там стоит. Ну, съедобные? Да бесподобные. Ну, не то слово, я и не ожидала. Я вообще не хотела покупать, я в обычной армянине. А ты понял, где такое? Ну, завтра заедите, да? На сахарном поселке? На поселке. Ну, где мясом заезжаешь? Ну, как? В перекресток. В перекресток. Ну, на сахарный поселок. Ну, на перекрестке прямо, с этой транспортом, с этой стороны магазины, тут магазины. Ватолеты поставил прямо. Ну, тут низко, низко. Прям на дуков раздом горожает. Ну, удочки чуть не подбивал недавно. Выбирайся. Ну, взяли какой поменьше. Он 5,5 килограмм. Вот такой вот. Такой веселой. Я разрезал его вот так вот пополам. Ну, я так вот света ни разу не видал. Это сопровождающий. Как 52. Смотри, 72 не будет видно. Я его на дом. Не увидел. На дом. Где это? Туда, смотри. Это он. У нас тоже. А, вот он. Вон, вон. У нас сбок. А, вон пошел. Вон он. Заряжен. Этот уже. И курам понесла шкурку. Этот приучил их. Зараза такая. В тарелке несу, а она мне прыг сюда на руку. Ну, тут самушки, как попугай. Дрессированный корень. Как попугай. Ей. Ну, этот любит шкурки охеренный цемат арбузом. Угу. по последнему узнал, она лежит на земле. И у тебя белое пятно постоянно. Угу. Вот тут пятно должно быть самое, не белое. Ааа. Желтое или красное. А что спелое? А, ну да. Я тоже поглядел. О, двери желтые. Разрезали очень бесподвижно. О, сколько хитрости-то, да? Не очень. Девочки или мальчики смотрят попу. И все. Да, да. Как-то раньше. А сейчас, видишь, какая жара. Маленькая попочка. И краснодарский. У нас чуть-чуть сбережно. По телепоказывали этих наших новых регионов. Оттуда. Ну, и там тоже. Арбузы грузили. По телепчерам. Да нет. Луганск. Оттуда. Нет. Другие, как область. Другая. Ну, и запорожская и херсонская. Херсонская. Ну, мы выращивали уже позже были. В августе, в сентябре. Да, да. А сейчас все раньше. Во-первых, если он сказал парень с Краснодарского края. Во-первых, сорта пошли другие. Но второе там все-таки еженее что-то. Они картохи два-три раза успевают. Вот они в августе посадили. В мае уже выкопали. В мае сажай. В июле уже. В апреле, наверное, они в августе. Ты тогда помнишь, ехали с моря с детьми. Купили армуз, притащили вот такой. Притащили, а он зеленый. И в июле месяц. Кстати, вот эти конфеты в Донецке производят. Вставляют все. Привозят нам сюда. Даже сахара. Где-то на рынке. Сердце на Бас и произвел город Донецк. Там, где вот отделы, такое печенье. На улице не стоит, девчонки. Открытые которые? Да, открытые, да. Без добавления сахара. Без добавления сахара. Без добавления сахара. Главное, в Донецке произведено. Это уже сюда привозят. А ты кому покупаешь? А я одну гостиничек взяла. Просто мне интересно было, что оно в Донбасс производство. Да, конечно. И почистала без сахара. Оставила, упаковала, два толика отложила. Пусть попробуют. Куцы свои хоть попробовали? Попробовали. Нам хватило. Сколько там надо, несколько огурцов? Да, ну ясно. Я видела второе. Да, да, да. Это покупала вот эти, как я покупаю, длинные. Китайские? Не китайские, обычные. У тебя вот такие длинные, понимаешь? Нет, эти обычные. А фотографию ты видела? Это моя подружайка посадила отец ее в Тамбове. А, в Тамбове. А, в Тамбове просто. Да. А в том году она мне перевезла вот такой, Лен. Вот такой. Да, можно. Я по телеку видела. Не, в интернете выращивают. Ну, это нафиг. Кого-то крыли. Корм. Пойдем найти. Что-то я хотел. Кого-то не встреч на рыбалку. А, что случилось с машиной у нее? Питаки подгорели в стартере. А. И она не заводилась. Это твоя парочка? Да. С Тамбова. Она с Мурманской в Тамбове отец. Она с Тамбовой сюда, потом обратно в Тамбов. И потом на Мурманск уже, как когда и мы привезли. Ну, чуть-чуть. Одна. Одна. Одна сама забрала. Одна сама забрала. Это, что мне на газоне пригорали. Или на зеву. Так она одну, представляешь? Одна ездит. Одна ездит. И поломалась. И среди жары вот тут стояла. Это вообще кошмар. Надо менять стартер или найти попробуйте пятаки. Так вот она. Я знаю. Ну, надо все разбирать. Ей повезло. Она как-то заявилась. Уже эвакуатор вызвала. Как-то заявилась. Доехала до населенного Пудо. Там знакомый мастер. Он ее вот эту в среди ночи. Сделал. Сделал. И она доехала на это. Уже отец приехал за ней забирать. У нас уехал. Молодцы девчата смелые. Да вообще отчаянно. Ну и говори. Все-таки одной в дороге. Ну, бой. Это страшновато. Но, наверное, не торопится. До тех пор. Своих местах, где останавливаться, ночевать. Ну, не осталась. Все пункты. А вы ехали? Ты за рулем. По очереди. По очереди. Вот еще приболела. Представляешь, что мне... Я, конечно, перепугалась. Во вторник. Утром. Просыпаюсь и на бок. Переворачиваться на другую. И у меня... Голова. Я вообще пропасть лечу. Не просто, знаешь, головокружение. Вот сейчас у меня кружится, но так чуть-чуть. Просто кружится. Знаешь, бывает так. А это вообще пропасть улетали. Смотрю. Вторник, среда... А давление померила? Ну, вот вторник, среда, было нормальное давление. Ну, практически нормальное. До 130 это нормально. А в четверг уже, конечно, поднялось. Ну, я в четверг уже, думаю, позвоню с утра. Анатолик меня отвезет в поликлинику Песковатскую. К терапевту хотя бы. Пусть она скажет, что делать-то. Думаю, то инсульт хватит и все, да? И будешь. Потом, как Сергей мне говорит. Мам, ты что, говорит, сидишь? Инсульт... Вдруг это... Инсульт. Вот. Они говорят, ну, у нас терапевт один, талонов нету. Только на завтра. Думаю, на завтра на одиннадцать. Думаю, до завтра до одиннадцати. Фига знать, что вы это с вами. Давайте я вам вызов оформлю. Врачом идет. А, вызов, да. Нет, это терапевт. Ага. Ну, вот пришла, прямо в часа два уже пришла. Ты знаешь, сейчас она ходит, уже по вызовам. Ага. Пришла. Ну, посмотрела, не переживайте, инсульта нет. Это точно вы на огороде поработали. Хотя я не работала много. Этот жараж уже. И кто там ее работает? Ну, нет, поливать, да, поливать. Ну, не перебрабатывала? Нет. Ну, нет. Знаешь, как если поткнулся, там что-то траву. Нет, я уже думаю, ты хрен с ним. Такую жару еще будешь там с этой травой, да? Повеситься можно. Ну, может, сапала, в пихую, знает она. Ну, факт то, что, знаешь... Ну, она посмотрела, почему вот не ходите, не лечитесь, надо не капаться, ходите. Ну, написала назначение. Ну, а как обычно, знаешь, эти вот... Ну, от сосудов. Для сосудов цена резин с чем-то. Забыл название. Потом какие-то она назначила на ночь пить, типа, обезболивающих прочитала. Ну, видно тоже для сосудов. Снимают, наверное. Снимают напряжение сосудов. И вот это же от головокружения. Ну, я прям... Слушай, ну, страшно, когда идешь просто, а когда ты утром проснулась, все нормально. Ты знаешь, что страшно? Что... Это заболевание может быть, ну, это инсорт и все, что хочешь, может быть. Ну, это, может, сосудистое, да. А может быть, синдром Майер или Мейер, я забыла уже точно. Сергей говорит, мама, это тебе надо это сама, обязательно обследоваться, все такое. Это, значит, в ухе, в каком-то из этих... Ну, или... На зухов. Да. Может, и переходите на вторую. Что-то там происходит с жидкой, что ли, и теряешь равновесие. Ну, типа, немножко тебя качают. Да. Ну, я так поняла, я читала, что это вообще неизлечимо. Я, честно говоря, испугалась, конечно. И фиг знает что. Ну, вот начала пить, где эти таблетки, видно, вот, от головокруженьки два раза в день, утром, вечером. Вот. И вот я хоть могла к вам приехать. Сегодня даже магазин столиком съездила. А то он... Дай Бог, Лена, все нормально. Да, не говори, я испугалась. Она, терапевт сказал, это явно от шеи, но от шеи тоже ничего хорошего, как говорится. Ну, ты под хондрозом, да? Ну, господи. Лена, ну сама работаешь, ты сидишь... Да, у меня все тут затекает и вот... Ну, вот. Ты представляешь, да? Это все же проработать, это самое с такими вот этими бухгалтером. Это самое... Там уже грыжа на шее. Вот. Делайте МРТ шеи и приходите, лечение назначим, и будете это... прокапаться, все такое. Ну, вот, не знаю, что делать. Серьез говорит, мама, надо к невровому. Звоню в поликлинику. В неврово ходил. Угу. Сейчас она в отпуске. Не попасть. К себе приду, сейчас, блин, надо включить компьютер, госуслуги. Запись завтра с утра. Я вчера с утра позвонила, уже опоздала. Запись с утра до 22-го. К неврологу. Ну, вот у нас тоже так, за две недели записи. И вот Сергей говорит, сынок, а может мне пойти до этого 22-го, пока идти к неврологу, сделать голову и шею? А он говорит, мам, дело в том, что все равно невролог должен сказать, что конкретно в голове тебе делать. Угу. В каком месте? Ты деньги, говорит, заплатишь? Ну да. Отдашь, это деньги сейчас большие. Да. А тебе совсем не то, говорит, надо будет. Тебе назначение именно, да, какое, что тебе засветить-то. Может тебе, она скажет, где ухо, или где-то в другую саму область. Угу. Ну вот, не знаю, но пью лекарства это самое. Ну пей потихоньку, не переутруждайся. Ну это страшно, конечно. Знаешь, вот уже третий день, когда я врача вызвала, я легла на Дашем диван в зале, лежу, я уже даже не переворачивалась. Просто вот так лежала. Просто. Страшно вертеться было, да? Да. Страшно было. По туалеткам приходила, нормально? Ну оно вот у меня приступами. Вот прошел приступ, я потихонечку встала, прошла, да? Потому что, да. А это, представляешь, даже уже лежу, не переворачиваюсь никуда. Вот так вот. Даже как-то писать вот так вот, в голове вот так, как будто раз, я лечу в пропасть. Не тошнело ничего? Тошнота совсем чуть-чуть была. Когда голова кружится, поташнило. Да, но поташнило. Слава Богу, не было этой рвоты. Надо было ли вообще в первый день сразу врача вызывать, и три дня пупелизовывать, непонятно. Да. Так что, блин, доживешься. Так что, занимайся своей шеей. Да. Ну что, хочешь на массаж хоть? Да нет. Ходи пока работаешь. На пенсии потом не за что будут ходить. Так вот. На деревьях тоже ничего не было в этом году, да? Нету. Вот мне вообще ничего. Воронеж приехал. Воронеж приехал. А Сладзовники обобрал хорошо. А, вот эту вот. Во вторую пятилетку, если через Бадеево едем, у дома стоят две вишни красные. Красные все, усыпаны. Вот у кого как? Может накрывали ли костры? Нет. То, скорее всего, этим вот так вот было. Скорее всего. Мы ехали и видели как-то. У вас у Овки есть. Приехали. Ветки, которые к дому. Яблоки сколько там висят? Да, да. Выжило. На ветке. Ветка. Ветка. Да, маленькая яблонька, как у вас. Которая к дому, наверное, да? К дому, у дома. И гниет. Но я, правда, в этом году их и брызгать, особо только весной раз побрызгали от болезней. Гниет прям. И соседи сказали, у кого уцелели, вот так тоже. Да, у детей гниют. Вот так и гниют. Правда, какая-то полоса вот такой. Какая-то, наоборот, еще такого не было никогда. А до него вечером не звонил по телефону? Может, я спал? Да, позвонил. Он вчера блин днем, я перезвонил, смотрю, у меня отвечали. С Москвы приехал в Мурманск. С такими корешами. Сейчас в Терибельке мы вышли в море. Ну, от нечего делать, погулять приехал. А в Терибельке открыли, там, для москвичей турбазу сделали. Ну, за деньги, конечно. Для которой, знаменитый, какой вы сейчас экскурсолог подойдут? Да, да, да. Экскурсолог. Вот они в море вышли с Терибельки. Ну, там хорошо, да, там поддохнуть хорошо. Хоть летом, хоть зимой. Правда, зимой там так заметать, что сюда не проехать ни на чем. Сюда не проехать, просто... Так он у вас в Москве работает, да? Да, в Москве, да. Один? Здесь девушка. Девушка есть у него. Приезжал в Мурманск. Я на работе была, познакомил Настя. Ну, там, в Москве с ним. В Москве с ним, да. Она откуда-то с Урала. Она сказала, я с ней разговариваю. Там качок ужас. Да ты чё? 300 килограмм. Поднимешь ты штангу? Он поднимает. Он такой дядя. Я погляжу, и мне плохо. Господи. А второй? Илюха в Мурманске, вот внуку был годик. Вот, я думаю. А, вот фотки вот тогда. Да, да, да. А сейчас они на море. Весентукак. Весентукак. По путёвке, бесплатно, отработали. А, отработали, да? Угу. С малым? С малым, да, с его. Хорошо. Наша, понравилась Весентукак тоже была она была. Головина она будет. А твой? Побега. Чемпионка мира. Один такая она. С моими животными. Весентукак. Леночка с Толиком привезли нам кутяки. Ну, вкусняшки кутяки, это их внучка маленькая. Я так говорила. Там консервация всякая вкусненькая. Потом два десятка домашних яичек. И вот такой вот подарочек. Конфетки. Полотенце. Всё, что связано с баней, да? Вот это вот именно полотенце. И эфирные масла. Эвкалипт. Лаванда. И пихта. Спасибо, мои хорошие. Вот. Обменялись подарочками. Мама говорит, у вас, наверное, традиция такая. Я говорю, ну, получается, да, мы приезжаем тоже с подарками. Они нас чем-то угощают. Уезжаем тоже, обмениваемся подарками. И это приятно. Спасибо. 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 Спасибо.